Екклесиаста, глава двенадцатая И согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепенья, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет петуха. Кузнечик и рассыпется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. — Суета, сует, — сказал Екклесиаст, — все суета. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.